Захватывающие сражения лучших команд мира возвращаются в StarLadderTV совместно с iLeague представляет новый сезон Star Series. Вас ждет более 100 бескомпромиссных баталий сильнейших коллективов СНГ, Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Китая. Только 12 лучшим командам достанутся путевки на лан-финал. Решающие сражения пройдут в столице Беларуси на площадке спортивного комплекса Минск-Арена. Готовым принять, ни много ни мало, 18 тысяч зрителей. Освещать все матчи сезона. Для вас будут хорошо известные и любимые вам комментаторы. Призовой фон турнира вырос более чем в три раза. До 300 тысяч долларов США. Теперь следить за всеми сражениями сезона Star Series в DotaTV можно бесплатно. Лучшие команды мира на одной сцене. 12 претендентов, 1 трофей. Смотри трансляции и болей за своих. Смотри трансляции и болей за своих. КОНЕЦ 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун. Контерстрайк и Старкрафт. World of Tanks и Лига Легенд. EGB.com Ты точно знаешь, кто победит. Субтитры сделал DimaTorzok сегодня с вами здесь разглядывать. Буквально секундочку сразу я сейчас залию еще InGameHood сюда, чтобы быстренько потом его переключить. Это действительно одна секунда. Так. И быстро мы с вами его вот отсюда выключим. Все. Идеально. Ну что же. Тут у нас, кстати, очень быстро ребята напикали бонусное время, ведь гейминг P практически свое не потратили. Смотрится пик. Пока что очень уверенно. То, что есть много контроля. Есть Туск, есть Бэйн. Опять же, есть способности пробивающие БКБ. Их очень много, как вы понимаете. Сейчас это практически все. Ну, это не практически все. Это каждый ультимейт. Это каждый ультимейт, который проходит сквозь БКБ. Два из них физических. Один из них чистый. Так что проблем у FTD Cloud сейчас будет очень много. У того же самого Шадоу Финда у Эмбера будут его ловить. Это однозначно. Поэтому я бы на самом деле сейчас на месте FTD Club задумался бы и действительно забрал бы себе какого-то героя потолще в сложную, который будет все это дело вытанковывать. Дум в бане. Хотя был бы здесь очень хорош. Ну и пока что Вичи Гейминг героев забирают немножечко лучше, как мне кажется. Посмотрим, естественно, как это все у нас будет на деле выглядеть. Так, ребята, секунду. В банах Андайинг, Братрум, Виверна, Даззл. Ну, кстати, вот Виверну и Даззла банить это очень хорошо, когда у тебя есть подобные герои типа Бэйна, типа Квапы и так далее. Потому что сейвит эти персонажи действительно хорошо. Вдобавок Виверна также хороша против Джиггернаута, против Туск это физический дэмэдж. И, разумеется, без Виверны здесь обойтись но очень сложно. Поэтому баны потрясающие в исполнении Вичи Гейминг Пи и банят сейчас Бестмастера. Вот такого вот Харлайнера решили вывести у нас из игры. Ну, что я вам хочу сказать насчет Бестмастера. Возможно, то. Действительно. Также можно ловить и Квин оф Пейн, разумеется. Возможно, и заехало бы. Но я немножко сомневаюсь. Я бы, конечно, хотел сейчас видеть здесь у, не знаю, ультра-толстого героя. Хотя Слардар также в бане. Дум в бане. Дарксир. Хорошо. Хорошо. Действительно. Возможно, не самый толстый персонаж, но под Эмбер Спирита, под Дизраптора, под того, что Муэсэфа выглядит очень здорово. Ну и Снайт Сналкером на линии, конечно, также чувствует себя просто великолепно. Айон Шилл кинул. Ну и там Бланар уже бегает, всех колет в ребра. Последний пик от Вичи Гейминг Пи. Посмотрим, будут ли вообще тратить свое бонусное время. Как вы видите, минуты 50 так еще и осталось. Только FTD Клаб у нас задумались. И да, вот побежали первые секунды. Вариантов, опять же, тьма героев у нас в доте не 10, не 20. Пик все что угодно. Смотрите, здесь есть керри-герой, здесь есть два саппорта, один из них будет роумящим. Гвин оф Пейн, также мидлейн. Остается герой в сложную, ну или Туск у нас отправится в сложную. Минута 20. И просто забираю себе шейкера. А почему бы и нет? Один из лучших суппортов, также очень хороший хардлайнер. Почему бы и нет, действительно. Все очень здорово. И я, конечно, все понимаю, шейкер, герой-то очень хороший, на нем нужно играть, а не смотреть на него. Ох, ох. Ну и что же, дорогие друзья, вот так вот у нас уже начинает сейчас китайский дивизиончик подлагивать, как вы видите. Все-таки пёрт в Корл Телеком, это очень трудно для нашего интернета. Практически убийственно, я бы даже сказал. Но, вроде бы, все в порядке. Вроде бы, действительно, все нормально. Не особо уж сильно у нас и подлагивает сервер. Разбегаются оба коллектива. Своим лесам будут также контролить руны, разумеется. Радиант нижнюю, Дайер верхнюю. Очень странно, то, что иногда получается по-другому. Могу всем просто объяснить, если действительно кто-то этого не понимает, почему так повелось, что Радиант контролит нижнюю руну. Здесь легкая линия, здесь ну, три персонажа, два точно лишних. Ну и, разумеется, сам мидер. Вот, как раз, как вы видите, мидер спирит, плюс два суппорта. Конечно, поэтому вчетвером уж и контролят. Гораздо удобнее, но бывают какие-то, естественно, стяжки, но чужую территорию. фэн на клопе. Забирает руну. Здесь, разумеется, возьмет руну Shadow Fiend. Все очень спокойно. Все здорово. XCT, да ладно. Ой-ой-ой-ой, побежал сейчас дерево здесь прогрызать и... Хорошо. Съел дерево. Сложный туск. Разумеется, iShards также можно использовать подобным способом. Ну и также фиссуру у Шейкера. Все что угодно. Нет, фиссуру у Шейкера так не получится. Они просто в фиссуре там застревают. Но iShards это что-то типа Ког. Да, огромная проблема будет у СФ, если дезераптор отсюда быстренько убежит куда-то в сторону, потому что Квапа, она и так убивает Shadow Fiend. В принципе, один на один СФу против Квапы очень трудно. А тем более здесь будет еще и Шейкер с этой имендацией фиссуры. Постоянно будет ее выкидывать. Якобы. Ну и чудо-пауза с самого начала. Разумеется. И да, дорогие друзья, мы сегодня с вами играем не 2 Best of 3, а 3 Best of 2. То есть у нас сегодня точно 6 игр. Так, вот у нас расписание немножко поправили. Не будем мы сегодня наблюдать 6 карт, 3 Best of 2 сражения. И это у нас будут Вичи Гейминг Пи против FTD, естественно. Ихом Кей против Дообао и Тонг Фу против Где Квай. Такие вот у нас сегодня матчи. Все, разумеется, я еще позже выведу на стрим после игры в перерыве. Ну, что-то пытаются, конечно, спросить и Янг вроде как объясняет всю ситуацию, но мне это абсолютно непонятно. Там очень сложно прочитать вообще. Джиггернаут, джиггернаут. На самом деле мне кажется, что джиггернаут будет здесь безумно полезным. Серьезно, то есть кого здесь убивать джиггернаута? Ну, максимум кто может его... Хотя даже если Дизраптор его будет глимсить в сторону, брожал быстренько будет Фьюри и прибежал там ультанул. А, вот, единственный персонаж это Найт Сталкер, потому что у него есть Саленс. Все остальные герои вообще сейчас не помеха джиггернауту. Дарксир на Сюрже побежит? Ну, беги, хорошо, он в любом случае мне слэшит и так далее. Эмбер Спирит, да, сможет улететь, но убить джиггернаута здесь будет очень сложно. Посмотрим, конечно, еще на айтем билд у нас этого джиггернаута. Возможно, будет появляться БФ там и так далее. А, возможно, Саша Яша, Скади. Будет супер толстый у нас джиггернаут, кто знает. Дарксир, Райан Шеллом уже покалывает здесь крипов, как вы видите. Все очень здорово у него получается. Квин оф Пейн. Мидлейн против СФа. Господи, китайские лаги, пожалуйста, проходите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, пока что все еще хотя бы можно смотреть и именно поэтому не буду я никуда реконектиться. Может получиться еще хуже. Вот только что все было хорошо до паузы. Все было замечательно. Зачем вообще вы эти паузы ставите? Да, сейчас мы смотрим такие вот перемещения как будто в 8-бит наиграем. Так, фиссура. Кстати, СФ у нас пробивает. Пробивает очень сильно, но СФ выживает в любом случае Боттл, кстати, также прилетел. СФ отпился банкой и курьера возвращает себя обратно. А нельзя было рядом с собой курьера поставить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, конечно, уже вообще смотреть нельзя. Почему только сейчас было все хорошо? Зачем вообще вы ставили эту паузу? Что вам не игралось-то, господи? Да. Пожалуй, да, пожалуй, надо реконектиться, конечно. Здесь уже без вариантов. посмотрим. Посмотрим. Включение в игру. Что вообще происходит с этой дотой? Иногда мне вот очень интересно. в чем вообще проблема? Почему нельзя сделать так, что каким-то образом эти сервера Perth4L Telecom были также хороши для России? Как вы видите, я даже не могу обратно подключиться, потому что это Китай, опять же. Все безумно плохо. Хорошо. Хотя бы сейчас мы с вами подключаемся. Ну, надеюсь, что мы подключаемся. И... Хорошо. Мы с вами подключились обратно, и я вам, кстати, хочу сказать, гораздо лучше, чем было у нас. Один фраг, кстати, есть. Разблат мы с вами не увидели. Но зато мы с вами увидим всю дальнейшую игру. Ой-ой-ой-ой. В очень даже хорошем, я хочу сказать, качестве. Ничего у нас не фризит, ничего не лагает. И точно ли это Perth4L Telecom? Шейкер спрятался сейчас рядом с СФом. Ботл Shadowfint отпивается. Раскоил. Очень плохо есть фиссура. Хорошо. Кстати, крипы же танкуют еще. Курьером сейчас это все дело просвечивает. Курьера нужно отправить в сторону. Ну и как-то прям уж совсем плохенько пытались драться здесь с СФом. То есть, фиссуру дали. Но подойдите, начините бить, бить там, не знаю, рукой. Есть скрин второго уровня, есть блинк у тебя, ты в любом случае выживешь. Да, убить, возможно, не получилось бы. Вот там, вот так вот. Просто фэн дождался своего шестого уровня. Был шестой левел, прыгнул, покричал Sonic Wave. Вот теперь я прекрасно понимаю, почему, почему этот товарищ отошел изначально в сторону. Прохарасили СФа, сказали, ладно, дружище, живи. Ну и после просто приговорили его к таверне. 2-2 у нас с вами счет, Darkseer также погиб на своей сложной линии, что сделал Tuscar. Разменялись хардлайнерами. СФ прилетел обратно в мид. Tuscar, кстати, уже два раза убили, и вот FTD Club веселятся сейчас на этом Tuscar. Есть у него четвертый уровень, у Darkseer, кстати, также сейчас будет четвертый уровень. Bane. Какая-то засада сейчас будет здесь от Bane. Вопрос для кого? Кстати, очень много вижены сейчас на карте, то есть Sentry, Ward, Ward. Для начала довольно-таки здорово. Это, кстати, вард для Shaker, самое сейчас лучшее оружие. Прекрасно он видит, когда SF у нас идет фармить стаки, но он их не ходит фармить. Хотя, кстати, шестная минута и можно сказать практически вмакшены койлы. Седьмой уровень только ему нужен. Да и третьими койлами тоже можно фармить. Нет, никто не стакает, никто ничего не делает, суппорты этим не занимаются. И походу SF оставили вообще на растерзание сейчас вообще всей команде ВИЧ Еминг-Пи. 42 крипа, есть у нас у Джиггернаута. Это очень здорово, если даже посмотрим на того же самого эмбера всего лишь 28. А вот Джиггернаут фармит и фармит. Абсолютно без разницы по-моему на этого Дарксира. Шейкер, третий уровень будет сейчас здесь получать, пока что один находится. Хорошо, квапа, Соник Вейв откатился и гангать прибежал к своему хардлайнеру. Опять же, вот сейчас точно нужно туску борзеть. Просто борзеть, в наглую лезть, подставляться, но не палиться. Что-то передумал, товарищ фэн. XTT в мидлейне также получает какой-то эксп, вот, ну, Найт Сталкер, но ночь же. Зачем ты стоишь в миде и получаешь уровень? Товарищ, ну иди ты, я не знаю, побей кого-нибудь, Сайен Шеллом здесь побегай. Здесь Джиггернаут очень хороший, хотя, кстати, есть у Джиггернаут Омни Слэш. Да, спорить там сложно. Отлично. Клопа шейкером выбегают на XTT и также могут сцепить еще и Шадо Финда у нас. Ну, вообще, в принципе, Бянка и идет у нас на Сэфа, конечно. Фэн спрятался, увидели, сейчас и будет здесь фиссура, очень здорово. Скрим, Соник Вейв должен, конечно, здесь погибать. Да ладно, неужели не умрет? Неужели не умрет? Пару тычек нужно еще дать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И Сэф спокойненько у нас улетает на базу. Вот это да! Не получилось убить у Вичи Кеминг Пи, хотя возможность была практически стопроцентная. Зацепили Тузка, Бейн, прибежал сэвить. Хорошо. Бейна вернули вот такой вот огромный кусок. Сейчас он откусил у нас от Дизраптора. Дизраптор, тычка от Таура, господи! Но здесь также есть еще и фан, очень быстро сместился этот парень. На нижнюю линию вот хорошо. Два фрага заработали. Эмбер Спирита убили. Дизраптор также погиб у нас там от Таура. По графикам 2000 золота за Вичи Гейминг Пи. Если честно, я на самом деле так и думал, что здесь Вичи Гейминг будут немножечко посильнее. Хотя Дота 2 Лаунж и так далее говорят абсолютно другое. Радианс топ-тауэр под атакой. Радианс структуры фортифированы. Угу. XTT Shadow Fiend вдвоем отправляются куда-то у нас в сторону нижней линии. А, ну естественно эсэф пошел у нас фармить здесь стаки. Бланар просто получает экспириенс. Практически есть шестой уровень. Третий Войд. Все остальное по единичке вкачано. Шейкер пятого уровня. Это да. Кстати, очень увесисто для суппорта, если честно. А вы что, все пятые уровни? Эдсталкер вообще шестой. А Бэйн? Бэйн четвертый. Хотя бы Бэйн четвертый. Выход на Дарксира. Ну и разумеется, Дарксир больше не жилец абсолютно. Есть сноубол. Панч кусок также игры свой и Бэйн. Скрим от Вин оф Пэйн. И заканчивается Дарксир у нас с вами очень быстро. Шейкер. Ой-ой-ой-ой-ой. Как хорошо размениваются сейчас оба коллектива. 3-5-10 минут. Но игра действительно мобильная. Сф закрыли. Есть сноубол. Койлом не попадает сейчас Сф. Фэн успеет ли хоть крикнуть? Хорошо был скрим оф Пэйн. И должен, конечно, погибать. у нас здесь Шадо Финт с рядом койлами разбрасывался. Нужно было сразу гастовать телепорт. Тогда, конечно, была возможность выжить. Сейчас уж очень было сложно. Также врыв, опять же, очередной на Туску. 3 смерти из 4-х. Ну и также, кстати, Туск у нас участвовал в 4-х фрагах. Да! Здорово! И главное, что Эмбер Спирит у нас Фейс Бутс имеет, а не Травела. Это мне тоже очень нравится. Привыкли мы с вами видеть последнее время очень классных Эмбер Спиритов с Травелами. Джиггернаут. Фэйзы и есть БФ уже. 12-ая минута. Осталось 150 золота. Вот это да. Довольно-таки быстро. 6000 Нетворса. 93 крипа. Все. Очень здорово у этого Джиггернаута. Вкачано много плюсиков, разумеется. Сейчас будет второй у нас Омнислэш. И побежал рубить крипов в лесу. А БФчик тоже летит. Посмотрим, что у Эмбер Спирита. У Эмбер Спирита 4300 по Нетворсу. Разумеется, он слабше, чем Джиггернаут на целых 2000. Ничего пока что толкового нет у Эмбера. Да. Боттл, грейджный стик, фейсбутс, брейсер, 1000 золота. Но, насколько я понимаю, должен сейчас будет собирать барабаны. Так, опять начинает нас немножечко подлагивать. Но все понятно, что делают их в сети. Саленс, Войт. Да ладно. А там, кстати, уже сбирается. Также Туск очень даже здорово. У меня слэш пошел от Джиггернаута. Мертвый персонаж. И А вот сейчас, кстати, попал в очень неприятную ситуацию у нас Джиггернаут. Подмога будет ли? Туск вроде как бежит сзади. Ничего не понятно. Понятно, потому что Джиггернаут уже даблкил. И, скорее всего, опять сейчас придется у нас реконектиться. Вот, опять же, все было здорово. Все было действительно хорошо. Зачем этот Бёрт Форалт начинает сейчас лагать? Ой-ой-ой-ой. Эмбер Спирит так же погибает. Вы посмотрите, вообще, что делают вичи гейминг Пи. Минус 3 героя. Минус вышка. Джиггернаут. Даблкил. 3-0-0. Есть практически уже яш. Тысяча золота сверху. Ну, как раз-таки на яшу. Да. Queen of Pain. 2-0. КПТ. Боттл. Грейджиный стик. Обливиан Став. Кстати, сейчас еще прилетел. И, разумеется, будут затыкать у нас здесь Эмбера по первой же возможности. Да не только Эмбера. Дарк Сиры тут всякие есть. Да и вообще фастовый орчат, конечно, это очень хороший буст для Queen of Pain. Только вопрос, будет ли он фастовым? Уже 14 минут. Фастовый орчат это до 16-й. А потом так уже своевременный. 5000 Shadow Fint. ПТ, Боттл, Грежиный стик, Огр Клаб. БКБ будет фастом естественно стараться вывести. Фэн. Очень больно. Вы посмотрите, как, кстати, пытаются его еще и спасти, но не получается. Минус Queen of Pain без понятия, что там дальше сейчас у нас будет происходить. Янг уходит назад. Кого-то глимсонули. И все. Вот такая вот у нас драка. Что происходит? Не ясно. СФ разультился. Минус Туск. Мне кажется, стоит все-таки сейчас реконектиться. Бэйн также погибает. Вот вроде FTD Клаб сейчас отлично отвоевали. Убили трех персонажей, я не понял, каким вообще чудом они это сделали. Бегает у нас Джиггернаут, по-моему, под вечным саленсом. Да. Ну, ребят, ну это невозможно смотреть. Я думаю, все с вами согласятся. Именно поэтому я сейчас буду снова переподключаться. Потому что это уже что-то совсем грязное. И вы посмотрите, и все пропало. Все, никто не лагает. Так, чуть-чуть совсем. Как-то перемещаются. Ох уж этот Perfect World. Вот именно по этой причине я считаю китайский дивизион самым неинтересным. Так-то, возможно, да, действительно, и игры там веселые, и забыли. Вообще, китайцы что такое долго фармить? Все бегают, все убивают друг друга, но вот из-за этого я считаю, что этот дивизион самый странный. А той же самой Азии нет ничего подобного. Барабаны появляются у Эмбера. 1200 золота сверху. Как вы видите, 5800 у этого товарища. Догнал он Queen of Pain. SF вообще у нас обогнал Квапу. Квапы 3-2-1, и фан как-то слился сейчас, если честно, по своим статистикам. Господи, это невозможно. Такую вот профилактику мы сейчас с вами будем проводить. Какая эпичная музыка. В 8 утра самое то. Хорошо. Зашли мы с вами обратно, ничего не произошло, никто не погиб, все живы-здоровы, и все так же лагается, и все так же не очень смотрится. Туск. Арканы, урна практически есть мека, вот такой вот хардлайнер 4-300 имеет. Да, 4 смерти, но какая разница, вы посмотрите, сколько артефактов он вывез, посмотрите, как он помогает своей команде. Ворвались у нас в СФ, через Эхо Слем, через Сноубол, очень даже здорово, Янг пытается уйти назад, да ладно, еще и с урны там немножко подхилился, мешок на голову Бэйн, собственно, ему и накинул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, закрыли все-таки Янга, и будет, разумеется, он здесь погибать. Я здесь Фэн прыгнул, покричал, также убил нас и Дезраптора, слайдшоу, что я вам еще могу сказать. Слайдшоу очень тотальные. Там, кстати, 10 тысяч у Джиггернаута, то есть он делает все настолько грамотно, этот парень не умирает, он или фармит, или убивает, или ломает вышки. Вы понимаете, он всегда чем-то занят, и занят именно полезным для своего коллектива. То есть вот вроде бы две тысячи, а на самом деле денег у Джиггернаута там кажется, что все, они там уже десятку сами выигрывают и так далее. XTT. Урна, Транквилл Бутс, стик, смог и рецепт на медальсик. мне уже письма поддержки пишут в ВК, потому что Perth Ферл, так себе держись там. Спасибо, я держусь за все вот эти вот нитки, которые есть, я держусь, чтобы вообще не потерять суть этой игры. Чтобы хотя бы по слайд-шоу разбирать, кто что из себя представляет. Вот я могу сказать, что Shadowfin представляет из себя непробиваемого магией товарища появилась 10-секундная БКБ, смог от ФТД. И, кстати, БКБ, оно, в принципе, всегда решает, но здесь я сомневаюсь. Омни-слэши, панчи, всякие Sonic Wave. Да, демеджа будет меньше, но его все равно будет достаточно, как мне кажется. Вот в чем вся суть. Так, хорошо, есть смог, и будем мы сейчас стратегию наблюдать, и, хотя нет, посмотрите, даже не лагает, только я лишь это сказал. Джиггернаут нас сразу завис, драка происходит 5-7 секунд, всех стянулись, тяжко стенка, SF разулетился, и умирают на свиче гейминг. Пи. Вот и все, Джиггернаут не ультанул, также не ультанул насыпейн с туском, минус 2 персонажа, минус 3 персонажа, ну а шейкер с квопой остались невредимы, кстати, даже БКБ, не ультанулся, в чем вообще проблема, почему они настолько плохо сейчас подрались? Даже если посмотреть файт-рекапы, 2,5 тысячи урона, квопа ультанула, квопа с блинка убежала, все здорово, сноубол там, фиссуры и так далее, Джиггернаут не сделал ничего, то есть Джиггернаут настолько быстро законтролили сейчас? Да, мы смотрели, конечно, пошаговую стратегию, но... все было прекрасно ясно, то, что Вичи Гейминг Пи сильнее, Джиггернаут сильнее, но ФТД Клаб их убивают. Ну, стандарт для доты. Эмбер Спирит, есть Персеверанс, разумеется, 2000 золота также сверху, как вы видите, и Бэтл Фьюри у этого товарища тоже на подходе. Что насчет реконнектов и насчет лагов? 100% там сейчас и в чате кто-то что-то пишет на эту тему. Дорогие друзья, вы сами видели, я вот за эти 20 минут три раза реконнектнулся. Вроде бы не лагало, потом опять залагало, как видите, сейчас опять не лагает, в скором времени опять залагает, то есть здесь уже как сам сервер себя поведет, и я ничего не могу с этим поделать, так что реконнектиться вновь, я думаю, это уже бессмысленно. Дарксир. Тапок, Солринг, Мека и Даггер появился у товарища Дарксира, Радиент, Ботом Тауэр и Солринг, Вот, это очень хороший артефакт, Джиггернайл сейчас будет делать у нас БКБ. Квапа тоже будет делать БКБ, да и Туску бы хоть каким-то чудом нужно заварить БКБ, потому что Туск, как герой, безумно полезен, а без БКБ не важно, что у него там, Арканы, Мека или еще что-то, абсолютно не важно, будут его убивать очень быстро, Джиггернаут фармит лес, фармит быстро, не настолько быстро, как там с Момом и БФом, допустим, передвигается, в любом случае, быстренько, 390 мус-пит, с прожатыми фейзами, разумеется, еще больше, 475, вот она пошла, мода, БФ на Джиггернаута, кто вообще это помнит? Я помню только то время, когда собирали БФ на Джиггернаута, в пабе 12-го года, конец 12-го года, наверное, начало 13-го, и все кричали, что, какой БФ, ты вообще, что это за артефакты, ты соврал? Выкинь свой Бэтлфьюри, купи Аганим Дезолятор, там и так далее, а сейчас вы посмотрите, БФ, Манта, так, пытается убежать, у нас Джиггернаут, хорошо, вернули его обратно, закрутиться не успел, это очень плохо, нужно же было прям там крутиться, что ж ты сделал? Поехал, он не слэш, вы посмотрите, да ладно, ой-ой-ой-ой-ой, клопа так же же покричала, сейчас, Шадуфинт, поймали, из ФСЛМ, потрясающий у нас от шейкера, и разваливаются, разваливаются, ФТД Клаб, в разные стороны, спрятался Джиггернаут, хилится, вардом, фэн, всех обманывает, хорошо, кусок откусили сейчас, поймали у нас, СФОВЛАЙТН, разбивают быстренько, Аегис, вот так вот, 4 в 1, 4 в 1, плюс Аегис, очень здорово, сейчас ВИЧ и Гейминг Пи подрались, хотя, бежали-то за ними, гангли их, но не получилось, просто не вышло, Джиггернаута вовремя не убили, Джиггернаут, умный слэш, заюзал, всех там разобрал в одной точке, разумеется, так же ему там помогли, Квин оф Пейнс, куска, и все, БГВП, в таверне сидят у нас сейчас, ФТД Клаб, вышку этим товарищам сломали, графики, разумеется, падают сейчас обратно, в пользу ВИЧ и Гейминг Пи, но что такое, 3000 золота на 25 минуте, абсолютно не важно, важно только вот, единственное преимущество, которое есть сейчас у нас, тут Джиггернаута, все, больше ничего не важно, там разница в 6 штук, очень, конечно, увесисто, БКБ, также появился уже у Джиггернаута, а, а, нет, СФ жал, хорошо, 9 секунд, я думал, даже без БКБ там нрался у нас, есть у этого товарища, Блэйда Фалакрити, ну, будет появляться, разумеется, Сия, что же еще, я не думаю, это уж манта, Эммер Спирит, полетал по крипам, ушел в сторону Нуриминанта, Квапы, кстати, также БКБ, и вот сейчас, и вот сейчас, в этот момент, Вич и Гейминг Пи, должны будут давить, просто давить, и ломать, то ура, Квапа, откатился ультимейт, Джиггернаут, вот тоже откатился ультимейт, замечательно, Хочу войну, и не пошаговую, самое главное, и по ходу Вич и Гейминг Пи действительно собираются драться, как вы видите, почему-то ФТД Клаб бегут разменивать Т1 на Т3, здесь еще и глиф имеется, глиф поставили, а хэгграун-то падает по чуть-чуть, забежал один Джиггернаут, разумеется, наваливает, будет Фьюри, и уходит в сторону, весь коллектив Вич и Гейминг Пи, что делали сейчас с ФТД Клаб, остается под вопросом, зачем пытались бить вышку, зачем отдавали свою вышку, не знаю, хорошо, здесь Таур так же заняли, 5000 золота, Клаба, 12000 нетворса, аганим будет или нет, я думаю, конечно, уже нет, ну, я бы от линки не отказался на этой подруге, БКБ, линка, линка всегда хорошо, линка, хотя, можно в любом случае БКБ поражать, так что нет, что-то я уже глупости говорю, тот же самый Глимс, можно сбить БКБ, тот же самый Саленс Баланара, можно сбить БКБ, поэтому линка здесь не столь уж и нужна, посмотрим, вариантов, конечно, очень много, так, ночь, поехала, от Баланара, аганима еще нету, но есть уже половина аганима, и джиггернаут в мидлейне, наваливает вышку, по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот так вот вместе, кстати, с троллем Некромантом, только троллил Некромант почему-то не хотел бить Таур, решил он убежать на собственную базу, что-то бегал здесь рядом тролль, никто на него внимания не обращал, тролль тоже ни на кого внимания не обращал, дефить так же никто вышку не хотел, ну и на самом деле правильно, все сейчас сделали ФТД Клаб, то, что не пошли драться, можно было бы остаться и без мидлейна, а не только без Т2 Таура, Шэдоу Финт с Доминатором, с троллем носится, Эмбер, что же с тобой, дружище, 10, 11, ладно, 11 тысяч нотворца, у джиггернаута 18, Эмберу в скором времени придет к кристалле с почтой, да, все очень здорово, но уже должен быть Дайдалус, по факту, вот если вот прям хороший расклад брать, был бы Дайдалус, можно было бы драться, сейчас драться нельзя с кристаллисом, ну нельзя, не хватит этого дэмэджа, здесь у нас, кстати, уже джиггернаут с иглсонгом, такой вот мощный, погоня, за Найт Сталкером, хорошо, Айс Шарц не попадает Айс Шарцом, закрыточнее у него получается, вы посмотрите, просто 5-2-2, там несется, фиссура, есть фиссура по XTT, XTT, поймали, и, да ладно, даже ХСЛМ сейчас у него не пожалели, ну что ж, ладно, все ультимейты абсолютно вылили у нас Найт Сталкера, я думал то, что, конечно, тотемом сбить с телепортом получится, но решили уже не отпускать, и, стопроцентно, так сказать, наказать этого товарища, пикните в следующий раз чены этому парню, то он с тролем бегает, там играется, то с кентавром, так вот оставил просто кентавра воевать здесь скрипами, вот лишний койл, вот просто вот, вы понимаете, вся история в том, то что все могут сейчас сказать, о, вот это да, действительно, он полетел, там на телепорте, воевать с крипами, а здесь оставил кентавра добивать крипов, ой-ой-ой, вы посмотрите, он еще и в мидлейн кентавра отвел, да, он сейчас здесь фармить будет, да ничего, он фармить не будет, то есть, вот эти два крипа, они были на один койл, он один койл дал, можно было просто дать второй койл, и, ну, оставить того же самого кентавра, или же просто, там, одну тычку с руки дать каждому, это дело двухсекундное, у тебя вот здесь вот крипы не умрут за это время, но нет, надо было телепортироваться, убить крипочка вот здесь вот, убежать на базу, чтобы твой кентавр фармил, чтобы ты был самым профессиональным, из всех профессиональных, вот, вот я не понимаю, конечно, этого момента сейчас, кентавра отвел бы на вижен, я не знаю, на того же самого Рошана, например, нет, он стоит и бьет в лесу две минуты подобного себе крипа, джиггернаут, забирает себе сейчас аегис, очень здорово, до бутерфляя осталось не так уж и долго, шадофинт, кстати, не хочет покупать себе сэнш, возможно, действительно, будет манта, возможно, сразу купит себе сатаник, кстати, вариант очень хороший, сразу выйти в сатаник, и хпшечки добавит, разумеется, и жить будет дольше из-за Аджора, главное, вот этот вот дэмэдж Квин оф Пейн и Туско с Шейкером пережить, после чего можно уже будет и отхилиться, а так там сноубол, панч, хеслэм, соник вейв и ггвп, хорошо, появляется у нас у Джекернаута, бутерфляй, и заходит на вышечку, вы посмотрите, как Тауэр в мидлейне, у нас падает, пол Тауэра уже нету, нету полвышки, буквально за несколько секунд, вот это да, БКВ, кстати, 10 секунд на еще есть, поэтому стоит, наваливает по Тауэру, ему вообще без разницы, что происходит, он еще и выхиливается безумно, да ладно, он еще и отхилился сейчас, АИС есть у этого товарища, нужно уходить будет, разумеется, пытается убежать, Глимеркейп накинули, жив-здоров, а вот Туске вернули, нужно драться, нужно драться сейчас со своего Туске, БКБ, прожимается у Джекернаута, полетел воевать, ой-ой-ой, его мне слышат, они так уж и больно кого-то пробивают, СФ, ульт, хорошо, Туск пока что еще жив, Джекернаут также жив, вы посмотрите, уходит, уходит всем своим коллективом на развороте, Эхо Слэм и драться, Эхо Слэм, хорош, XTT, мертвый, и Дараксир, разумеется, также сейчас будет нас здесь погибать, Квапа покричала, зацепили, бедного Баланара, минус Дезаптер, и остается один СФ, который сейчас также будет погибать, вот это супер драка от Вичи Гейминг Пи, ну насколько же круто они сейчас расхайтили, запайтили и так далее, да, вернули Тускара сюда, да, попал в очень неловкую ситуацию, Джиггернаут, разумеется, побежал его спасать, хорошо драка там не получилась, просто отходит вот в эту вот сторону, и Баланар забегает ровно под Эхо Слэм Шейкера, я прям читал мысли Шейкера, Эхо Слэм, очень успешная драка, минус 5, ну и ГГ, решили написать у нас с FTD Club, хорошо, действительно очень круто, Джиггернаут серьезный, Шейкеры, все там серьезные, одним словом, действительно все серьезные, все это. А. Продолжение следует...